В этом видео я расскажу об ответственности за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха. И еще несколько рекомендаций и приемов, как получить наилучший результат, используя эти методы. Мы разберем ответственность за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Тут мы учимся пользоваться законными правами. Помните, согласно статье 24 Конституции Украины, все люди являются равными в своих правах и обязанностях и не могут быть ограничены с иных мотивов. Пожалуйста, жмите на колокольчик и лайки, чтобы ничего не пропустить. Итак, ответственность за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха. В статье 33 Закона Украины об охране атмосферного воздуха предусмотрено, что ответственность за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха несут лица виновные. Итак, записываем. Виновные в нарушении прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую природную среду, превышение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ из стационарных источников в атмосферный воздух и нормативов предельно допустимого воздействия физических и биологических факторов стационарных источников. Следующее, превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в отходящем газе передвижных источников. Следующее, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения специально уполномоченных на то органов исполнительной власти в соответствии с законом. Следующее, превышение выбросов их размеров загрязняющих веществ, установленных в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Далее, несоблюдение требований, предусмотренных разрешением на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Следующее. Производство незаконной деятельности, что негативно влияет на погоду и климат. Следующее. Внедрение открытий, изобретений, рационализаторских предложений, новых технических систем, веществ и материалов, а также закупки у других государств и эксплуатации технологического оборудования, транспортных средств и других объектов, не отвечающим требованиям, установленным законом об охране атмосферного воздуха. Следующее. Нарушение установленных законодательством правил складирования и утилизации промышленных и бытовых отходов, транспортировки, хранения и применения пестицидов и агрохимикатов, что привело к загрязнению атмосферного воздуха. Следующее. Проектирование и строительстве объектов с нарушением установленных законодательством норм и требований к охране атмосферного воздуха. Далее. Невыполнение распоряжений и предприсаний органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха. Следующее. Непредоставление предусмотренной законодательством своевременной, полной и достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, источники загрязнения, а также сокрытие или извращение сведений о состоянии атмосферного воздуха, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. экологическую обстановку атмосферного воздуха, также несоблюдение норм экологической безопасности, государственных санитарных норм при проектировании, размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов усовершенствований и внедрении новых технологических процессов и оборудований. В отличие от многих других по ресурсным законам и кодексам, закон Украины об охране атмосферного воздуха не детализирует вопрос о видах юридической ответственности. Вместе с тем, учитывая положение законодательства на практику привлечения к юридической ответственности, следует отметить, что к лицам, виновным в нарушении законодательства об охране атмосферного воздуха может применяться дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая, то есть имущественная ответственность. Наиболее распространенным видом юридической ответственности за нарушение экологического законодательства, в том числе законодательства об охране атмосферного воздуха, есть административная ответственность. Так, в главе 7 КОП административного правонарушения в сфере охраны природы, использования природных ресурсов, охраны культурного наследия, друзья, предусмотрена ответственность за следующее нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха. Итак, за нарушение порядка осуществления выброса загрязняющих веществ в атмосферу или влияние на нее физических и биологических факторов, статья 78 КОП. Нарушение порядка осуществления деятельности, направленной на искусственные изменения состояния атмосферы и атмосферных явлений, статья 781 КОП. Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха при вводе в эксплуатацию и эксплуатации предприятий и сооружений, статья 79 КОП. Выпуск в эксплуатацию транспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в отводящем газе, статья 80 КОП. Эксплуатация автотранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в отходящем газе, статья 81 КОП. Косвенно атмосферный воздух выступает объектом посягательства также и при осуществлении самопроизвольного обжига растительности и ее остатка, статья 80 КОП. Не выполнение требований экологической безопасности в процессе внедрения, открытий, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, рационализаторских предложений, новой техники, технологий и систем, веществ и материалов, статья 91 КОП. Основными видами наказаний за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха выступают штрафы. Сумма штрафов может дифференцироваться в зависимости от статуса субъектов правонарушения, граждане должностные лица либо граждане субъекта хозяйственной деятельности. Кроме того, характеризуя юридическую ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха, следует обратить внимание на то, что статья 12 Закона Украины об охране атмосферного воздуха в контексте ограничения временной запрета, остановка или прекращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и влияния физических и биологических факторов на ее состояние предусмотрено, что хозяйственные или другие виды деятельности, связанные с нарушением условий и требований к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух и уровням воздействия физических и биологических факторов на его состояние, предусмотренных разрешениями, может быть ограничено, временно запрещено, то есть остановлено, либо прекращено в соответствии с законодательством. Вместе с тем, законодательством не установлен специального порядка ограничения временного запрета, остановки или прекращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и влияния физических и биологических факторов на его состояние. В этом случае применяется общий порядок ограничения временного запрета, то есть остановки или прекращения деятельности предприятий, учреждений, организаций и объектов в случае нарушения ими законодательства об охране окружающей природной среды, утвержденной постановлением Верховной Рады Украины. Согласно этому порядку, деятельность предприятий, осуществляемая с нарушениями законодательства об охране окружающей природной среды, может быть ограничена на определенный период до выполнения необходимых природоохранных мероприятий, устанавливаются уменьшенные объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов в целом по предприятию или отдельным его цехам, то есть участкам и единицам оборудования. Либо временно запрещена, то есть остановлена, для выполнения необходимых природоохранных мероприятий, устанавливается эксплуатация предприятий или отдельных его цехов и участков и единиц оборудования. Также прекращена, то есть полностью прекращается эксплуатация предприятий или отдельных цехов, участков и единиц оборудования. При временном запрете, то есть остановке или прекращении деятельности предприятий запрещаются все выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов по предприятиям в целом или отдельным их цехам, участкам и единицам оборудования. Системный анализ нарушений порядка позволяет сделать вывод о том, что деятельность предприятий в контексте охраны атмосферного воздуха ограничивается, либо временно запрещается, то есть останавливается в случае превышения ими лимитов, использования природных ресурсов, нарушения экологических нормативов, экологических стандартов, а также требований экологической безопасности, в частности, введение в действие предприятий, на которых не обеспечено в полном объеме соблюдение экологических требований и выполнение мер, предусмотренных объектами на их строительство, реконструкцию, также отсутствие сооружений, оборудования и устройств для очистки выбросов и сбросов или их обеззараживания, а также приборов контроля за количеством и составом загрязняющих веществ и характеристиками вредных факторов на предприятиях, деятельность которых связана с вредным воздействием на окружающую среду или нарушение правил эксплуатации указанных сооружений, оборудования, устройств и дальше использование природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, складирование, сохранение, хранение или размещение производственных, бытовых и других отходов без соответствующих разрешений, следующее, превышение предельно допустимых или временно согласованных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, уровней акустического, электромагнитного, ионизирующего и нововредного воздействия физических факторов, биологического воздействия и радиационного загрязнения, следующее, отсутствие или неосуществление мер, направленных на предотвращение выбросов и сбросов, создающих высокие и экстремально высокие уровни загрязнений воздушного и водного бассейнов и почв, представляет опасность для здоровья и жизни людей, животного и растительного мира. Дальше, создание и эксплуатация транспортных и отдельных передвижных средств и установок в выбросах и сбросах которых содержание загрязняющих веществ превосходит установленные нормативы и т.п. Необходимо также указать, что в контексте решения КСАУ по делу по конституционному обращению открытого акционерного общества всеукраинский акционерный банк относительно официального толкования в положении пункта 22, ч. 1 ст. 92 КО, ч. 1 ст. 38 КО, дело об ответственности юридических лиц, такие действия по ограничению, временному запрету, остановке или прекращению деятельности предприятий не являются административной ответственностью, а разновидностью юридической ответственности юридических лиц на основании процессуальных норм, регламентирующих производство по делу о нарушении юридическими лицами норм законодательства. УК отдельно выделена статья 241 «Загрязнение атмосферного воздуха». Согласно части 1 настоящей статьи «Загрязнение или иное изменение природных свойств атмосферного воздуха, вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или другого производства вследствие нарушения специальных правил «Если это создало опасность для жизни, здоровья, для людей или для окружающей среды, наказывается штрафом от 100 до 200 необлагаемых налогов, минимум доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такого». Те же деяния, если они повлекли гибель людей или другие тяжкие последствия, наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, либо без такового. Постановлению пленуума ВСЦ Украины о судебной практике по делам о преступлениях и других правонарушениях против окружающей среды разъясняется, что создание опасности для жизни и здоровья людей имеет место в случае, когда загрязнение окружающей природной среды или совершение других противоправных действий могло привести к гибели хотя бы одного человека, массовых заболеваний людей, заражения хотя бы одного человека эпидемиологическим или инфекционным заболеваниям, снижением продолжительности жизни или иммунной защиты людей, отклонения в развитии детей и т.п. Под тяжелыми последствиями следует понимать гибель или массовое заболевание людей, существенное ухудшение экологической обстановки, в том числе в регионе, то есть местности, исчезновение, массовая гибель или тяжелые заболевания объектов животного и растительного мира, невозможность воспроизвести в течение длительного времени те или иные природные объекты или использовать природные ресурсы в определенном регионе, генетическое превращение тех или иных природных объектов, причинение материального ущерба в особо крупных размерах и т.п. Под гибелью людей следует понимать смерть хотя бы одного человека, произошедшего в результате совершения преступлений, ответственность за которые предусмотрена соответствующими статьями Уголовного кодекса. Вместе с тем необходимо указать, что отдельные деяния объектом преступного посякательства, которых может быть атмосферный воздух, предусмотрены и другими статьями Уголовного кодекса Украины. К примеру, статья 238 УК «Сокрытие или извращение сведений об экологическом состоянии или заболеваемости населения прямо предусматривает, что уголовная ответственность наступает за сокрытие или умышленное извращение должностным лицом сведений об экологическом, в том числе радиационном состоянии, связанном с загрязнением земель, водных ресурсов, атмосферного воздуха, пищевых продуктов и предовольственного сырья и негативно влияющего на здоровье людей, растительный и животный мир, а также о состоянии заболеваемости населения в районах с повышенной экологической опасностью. Также уголовные действия в сфере охраны атмосферного воздуха могут наступать в результате нарушения правил экологической безопасности. Статья 235 УК «Непринятие мер по ликвидации последствий экологического загрязнения» в статье 237 УК «Проектирование или эксплуатация сооружений без систем защиты окружающей среды» в статье 253 УК «Особенности гражданской правовой ответственности и возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха закреплены в статье 34 Закона Украины об Атмосферном воздухе. Ущерб, причиненный нарушением законодательства об охране атмосферного воздуха, подлежит возмещению в порядке и размерах установленных Закон. Теперь вы знаете, друзья, все аспекты об ответственности за нарушение законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Если вам понравилось видео, поделитесь мнением в комментариях. Не забудьте подписаться. Все полезности в описании. Друзья, знайте свои права и учитесь ими пользоваться. Будьте бдительны и не доверяйте пустым обещаниям. До свидания. До свидания.